Я радостно приветствую уважаемое сообщество из тех двух с половиной человек, которые зашли на это видео. И я полагаю, этим двух с половиной людям будет интересно или не очень интересно узнать, каким образом можно относительно легко и быстро сделать базовое приготовление к созданию двухмерного пикселястого платформера на Unreal Engine. Движки, который явно был изначально создан для того, чтобы делать двухмерные пикселястые платформеры. Ну, движок это, как всем, наверное, известно, довольно-таки мощный и довольно-таки продвинутый, который дает возможность создавать весьма графонистые игры, и не только дает, а и такие игры создавались. Однако двухмерный платформер в своем, так сказать, техническом воплощении использует от силы сотую долю возможностей этого движка. Но в то же самое время такое количество возможностей Unreal Engine на базовом уровне позволяет создавать довольно сложные комплексные платформеры или довольно простые некомплексные платформеры, как в нашем случае. При создании нового проекта, часть которую я бессовестно опущу, потому что, в принципе, наверное, каждому человеку хватит способностей зайти в раздел «Новый проект» и выбрать «2D платформер», мы увидим уровень пример 2D сайдскроллер темплейт, который, если мы запустим, продемонстрирует божественный геймплей с роботом, который прыгает по платформам, чего, в принципе, в наше время, кажется, вполне достаточно для того, чтобы выложить игру на Steam. Что мы сейчас и сделаем? Шутка. Нет, мы начнем сначала. Давайте создадим пустой уровень, отправимся в бездну, где кат и арториас, и проверим раздел «World Settings». Удостоверимся, что у нас выбран 2D сайдскроллер Game Mode. Этот режим преднастроен для того, чтобы мы могли, ну, немножко меньше времени потратить на предварительную настройку нашего игрового режима. Потом, конечно, все равно придется делать дополнительные настройки, уточнения, но это потом. Сейчас мы удостоверимся, что этот режим выставлен, что наша марионетка по умолчанию, марионетка в Unreal Engine, это объект, управляемый игроком. Это, собственно говоря, наш 2D сайдскроллер character. Да, вот он. И, соответственно, мы можем, в принципе, работать с имеющимся контентом. Ну, первым делом создадим новую папочку для наших блюпринтов. Поскольку писать игру мы будем именно на блюпринтах, редактировать ее визуально. И создадим новый класс. GameInstance. GameInstance позволяет нам транслировать наборы данных между загружаемыми блоками, например, между уровнями, что довольно-таки сильно упрощает задачу. Например, если у нас изменился показатель здоровья, какой-то статус, мы можем записать это в GameInstance. И, в принципе, мы можем многие действия выполнять напрямую из GameInstance. Поэтому это будет наш центральный объект. Сохраним его и сразу же сохраним наш уровень. Ну, естественно, что такое платформер без мегаграфония. Давайте добавим нам графики. В папочке Content мы создадим папочку Sprites и загрузим туда наши спрайты. Я определенные спрайтики уже подготовил. У нас будет один противник, один висящий в пространстве объект и фоновая картинка. Сейчас мы загрузили текстуры. Текстуры не представляют какой-то особой смысловой ценности. Они являются графической информацией, которая потом может использоваться для создания как материалов, так и, собственно говоря, спрайтов. Первым делом необходимо настроить эти текстуры на работу именно со спрайтовой графикой. К счастью, в современных версиях Unreal есть замечательная кнопочка Apply Paper 2D Texture Settings, которая позволяет нам настроить микрофоний под плоские спрайты. Применим эту кнопочку, и вы увидите, что у нас сразу же картинка стала ощутимо более пикселястой, ровно как нам нужно. Теперь наспауним из этого дела спрайтов. Здесь есть кнопочка Create Sprite. И теперь из всех наших объектов создались отдельные компоненты спрайты. Но спрайты являются независимыми отдельными изображениями, у которых даже генерируется сетка столкновений. Сетка столкновений это, конечно, очень нужное дело, поскольку, опять-таки, она достаточно серьезно упрощает задачу. Здесь мы, например, отключим столкновение для фоновой картинки, чтобы она не разбила нам персонажей, не мешала двигаться. Для остальных столкновение ставим как есть, по коробке охвата. Теперь мы можем выделить все спрайты с нашим персонажем и нажать кнопочку Create Flipbook. Если вы правильно нумеруете и индексируете ваши файлы, то движок автоматически подхватит и распределит ваши спрайты по тем типам, по тем индексам, которые вы прописали. Например, вот у меня есть два спрайта Vogue. Vogue 01, RRVogue 01 и RRVogue 02. Из них получились соответствующие спрайты. И если выделить их, то игра вычленит вот этот индекс RRVogue и сформирует из них Flipbook. Flipbook, естественно, надо настраивать. Поскольку у нас мега сложная анимация аж из двух кадров, что вообще не рекомендуется, мы существенно снизим частоту этих кадров. И теперь это смотрится совсем ужасно. Ровно то, что нам нужно. Дальше. Для стенда опять-таки у нас не дизельный двигатель у персонажа. Пускай слегка вот так вот пошатывается, как любой уважающий себя персонаж. Все остальные анимации у нас однокадровые. И нас, в принципе, не сильно заботит, какая там частота кадров. Теперь то же самое сделаем с нашим противником. По умолчанию сами Flipbook'и, то есть раскадровки с анимацией, они не обладают ресурсом столкновений. Его можно выставить, но нам это не нужно. Мы будем использовать вспомогательные источники столкновений. И давайте начнем работать с нашими чертежами. Первый чертеж, с которым мы столкнемся, это, собственно говоря, чертеж нашего персонажа. Как видите, чертеж штука довольно большая. И центровой частью для рабочего чертежа являются ивенты. Ивент это, условно говоря, некое событие в жизни нашего объекта, нашего персонажа. И это событие происходит, собственно говоря, при заданном наборе условий. Ну, например, событие BeginPlay, которое происходит в момент, когда, собственно говоря, объект появляется на карте. Это происходит каждый раз, когда игра загружает новый уровень. Или когда мы сами уничтожаем объект и создаем его заново. InputAxis, это, соответственно, событие, которое происходит, когда пользователь задает направление движения персонажа. Ивент тик, это событие, которое происходит по работе внутреннего асинхронного таймера. То есть, тик срабатывает каждый раз, когда щелкает внутренний метроном. Причем метроном этот не является фиксированным. Он срабатывает условно настолько часто, насколько это возможно. Хотя, в принципе, тик настраиваемый параметр, и вы можете задать четкий фиксированный интервал. Это, с одной стороны, упрощает математику, которую вам надо делать. Но, с другой стороны, вы можете пожертвовать плавностью. Поскольку, по умолчанию, тик возвращает вам четкий фиксированный интервал между двумя кадрами. И это позволяет вам отвязаться от реального хронометража. Чтобы, вне зависимости от вашей частоты кадров, каждое действие занимало ровно столько времени, сколько вы хотите, чтобы оно занимало. Дальше, обработчики событий ввода. Мы посмотрим на них чуть-чуть позже. И главный момент, это событие Update Animation. Оно вызывается отдельно из ивент тика. Это событие, созданное отдельно, оно не является стандартным. И это событие изменяет выбранный флипбук. То есть, то, что отображает персонаж игрока в данный момент. Ну, собственно говоря, сейчас происходит что? Мы узнаем скорость движения нашего персонажа. И если скорость больше нуля, то мы выводим анимацию бега. Если же скорость меньше нуля, то, соответственно, мы выводим анимацию простоя. Но проблема в том, что, к сожалению, нас не совсем устраивает такой расклад. Поскольку, собственно говоря, у нас вполне возможны ситуации, когда наша анимация базовая не является ни той, ни другой. Например, мы хотим, чтобы в прыжке у нас воспроизводилась совершенно другая анимация. И во время атаки у нас воспроизводилась совершенно другая анимация. Соответственно, вот этот вот подход, который предлагают разработчики базового примера, нас не совсем устраивает. Ну, соответственно, нам необходимо изменить этот концепт. И что мы делаем? Мы, собственно говоря, убираем вот этот вот селектор. И задаем новую переменную под названием селаним. Значит, вот эта вот переменная селаним будет той анимацией, которую мы воспроизведем в самом конце. Создаем секвенс, то есть последовательность действий. И крайним нашим действием будет, собственно говоря, выбор конечной анимации. Мы оставим ее висеть вверху. А здесь мы создадим еще один секвенс, который уже будет, собственно говоря, переназначать этот параметр селаним. Для того, чтобы у нас было больше свободного места, перетащим эту область куда-нибудь в стороночку. Итак, что мы делаем? Первым делом мы действительно проверяем скорость. Создадим бренч. Это наш условный оператор. В данном случае мы проверяем скорость по длине вектора скорости. То есть мы смотрим, а двигается ли персонаж вообще. И для первичной задачи это нас устраивает. То есть если true, то мы устанавливаем селаним в параметр вог. Если же нет, то мы устанавливаем параметр селаним в стенд. Однако дальше у нас возникают некоторые тонкости. Персонаж падает или прыгает вверх, если его вертикальная скорость отлично от нуля. Давайте разобьем этот вектор. И у нас здесь появляется z-компонента скорости. Давайте мы удостоверимся, что наша ось z является вертикальной. Создадим объект player.start и посмотрим. Да, ось z объекта player.start совпадает с осью z мира. Соответственно, если наша компонента z больше нуля, то мы проделываем ту же самую операцию, но уже однажды. Мы не хотим менять выбранную анимацию на какую-либо другую в том случае, если скорость z не отлична от нуля. Но если же она отличается от нуля, то в таком случае мы категорически меняем эту скорость. Соответственно, вот наш выбор. В случае, если персонаж не находится в состоянии нуля по z, мы ничего не меняем и воспроизводим одну из этих двух операций. Теперь нам надо настроить визуальное представление персонажа. Вот в этой части левой верхней у нас приведены абсолютно все компоненты, которые добавлены в нашего персонажа. Это камера, это режим управления камерой, которая привязана к самому персонажу. Это стрелка, которая просто указывает нам направление по оси x и выглядит в данном случае весьма подозрительно. И это сам наш спрайт, да, наш флипбук. Давайте сразу по умолчанию заменим этот флипбук на наш стенд. И мы увидим, что наш персонаж базово гораздо меньше, чем тот персонаж, которого установили разработчики. Мы существенно уменьшим расстояние от камеры до персонажа, для того, чтобы мы могли нормально персонажа видеть. Да, и, соответственно, нам необходимо уменьшить вот этот вот объект капсулу. Капсула задается половиной высоты и радиусом. Мы знаем, что высота нашего персонажа 32. Соответственно, высота капсулы должна быть 16. Но из-за того, что радиус у нас 40, естественно, мы не можем сделать капсулу высотой 16. Соответственно, изменив вот эти параметры, мы получаем сферический, по сути, охват нашего персонажа. По большому счету, мы могли бы спокойно заменить капсулу на сферу. Но мы этого делать не будем. Поскольку потери в производительности для нас абсолютно смехотворны. Итак, имея вот эту вот нашу компоненту с персонажем, давайте добавим несколько объектов дополнительных. Создадим объект, который будет представлять собой background. Это будет компонент, который выводит спрайт. Давайте найдем paper спрайт. Не будем его даже переименовывать. Здесь мы найдем background01 спрайт. Это наша фоновая картинка. И в разделе событий, eventGraph, найдем событие tick. И вызовем функцию getPlayerPawn. Это, собственно говоря, наш персонаж игрока. Поскольку у нас в игре персонаж будет всего один, нас не волнует индекс игрока. И найдем функцию getActorLocation. Эта функция позволит нам узнать, где конкретно, в каких координатах находится наш персонаж. Отсюда, из tick, мы вызываем функцию setActorLocation. Теперь мы должны разместить наш фон за спиной персонажа на определенном расстоянии. Например, на 100 пикселей отодвинуть вдаль. Что мы делаем? Мы берем и разбиваем вектор координат нашего персонажа. И точно так же разбиваем вектор локации. По x и по z наши координаты должны совпадать. А вот по y мы должны добавить соточку. Добавим немного красавостей. И мы получили способ тянуть объект фона за нашим персонажем. Далее, мы знаем, что габариты нашего изображения фона 256 на 256. Давайте будем исходить из предположения, что разрешение экрана у нас будет 1920 на 1080. Соответственно, нам нужно, чтобы в идеале этот фон превышал по размеру 1920 на 1080. Ну, самый простой способ это сделать, это просто помножить габариты этого спрайта на 5. По идее, этого будет достаточно. И, соответственно, помещаем объект background на задний план. Ну, нам вполне устраивает то, как оно расположилось. И оно как-то там будет выглядеть. Далее, добавим вставленные нами спрайты летающих платформ. Естественно, поместим их по оси z на точке 0. И удостоверимся, что точка старта игрока тоже находится по оси z на 0. Почему это нужно? Ну, я думаю, очевидно для того, чтобы плоскость, в которой стартует персонаж, совпадала с плоскостью, в которой находится платформа. Иначе мы будем падать сквозь или мимо них. И это, конечно же, не есть хорошо. И где-то даже очень плохо. Теперь наш персонаж отличается нездоровой живучестью. Сейчас его не может уничтожить, по сути, абсолютно ничто. И, ну, наверное, это плохо. Почему это плохо, я сам не знаю. Наверное, потому что челленджа не будет, а мы любим челлендж. Давайте вернемся к нашему персонажу. И добавим ему немножко характеристика. Ну, опять-таки, поскольку мы абсолютные лентяи, а мы абсолютные лентяи, мы сделаем так, чтобы основные данные персонажа сразу же хранились в компоненте GameInstance. Для этого нам нужно произвести кастинг, то есть спроецировать данные на GameInstance. Для этого нам надо выключить склероз. Ага, и мы назвали наш инстанс MainGameInstance. Теперь нам нужно обнаружить, какой конкретно GameInstance у нас используется. GetGameInstance дает нам возможность эту информацию получить. Теперь нам нужно создать переменную внутри персонажа игрока, как объект, который мы спроецировали. Соответственно, создаем новую переменную. Назовем ее, например, GIGameInstance сокращенно. Вот, и, в принципе, нас не сильно заботит, что произойдет, если каст сорвался. Потому что, если это произошло, то, скорее всего, у нас происходит какая-то совсем уже чупакабра. И жизнь явно идет не в том направлении. Но этих действий мало. Нам надо зайти в настройки. В настройки проекта. Пока что мы не будем настраивать всякие красавости. И здесь у нас есть параметр GameInstance class. Выставим нашу MainGameInstance. Теперь зайдем в раздел Input. И посмотрим наши параметры. Прыжок у нас определяется клавишей W, Up, пробелом и кнопочкой на геймпаде. Движение определяется кнопками A и D. Причем при A мы двигаемся в минус. При D мы двигаемся в плюс. И то же самое происходит при нажатии кнопочек влево-вправо и при нажатии джойстика на геймпаде. Ну, давайте добавим еще два действия. Нет, в данном случае одно. Shoot. Ну, допустим. Пускай это будет левый control. Правый control. Ну и хватит, я думаю. Это действие, так сказать, заранее. Теперь. Возвращаемся к нашему персонажу. Мы знаем, что мы правильно уже настроили гейминстанс. Мы читаем из него. Мы проецируем в него. И, соответственно, мы можем получать и обрабатывать данные из этого гейминстанса. Однако, для того, чтобы что-то получать из нашего гейминстанса, нам, собственно говоря, необходимо что-то в этом гейминстансе изначально иметь. Соответственно, передвигаемся в гейминстанс. Здесь нам нужны будут некие перемены. Ну, добавим, например, переменную hp. И, типа, интегер. Это будут наши очки здоровья. И max.hp. Это будут наши максимальные очки здоровья. И, вдобавок к этим двум переменным, добавим еще переменную hp.percent, типа float. Который будет определяться отношением очков здоровья к, собственно говоря, проценту нашего здоровья. Здесь мы будем рассчитывать наши параметры здоровья. Взяли hp, взяли max.hp. И, собственно говоря, Нет, нам не нужно отношение интегер к интегер. Мы будем делить их как float. Разделили две переменные с плавающей точкой друг на друга. И получили число с плавающей точкой. Соответственно, отношение текущего здоровья к максимальному здоровью. И даст нам некую долю. Эту долю мы будем выводить в нашем будущем интерфейсе. Но до этого мы еще доберемся. Нам важно, что если hp будет падать ниже нуля, то наш персонаж должен немножко умереть. После чего должен возродиться на точке старта. Ну, возрождаться он будет с помощью перезапуска уровня. Соответственно, возвращаемся опять в нашего персонажа. И в наш обработчик анимации. Мы уже создали обработку движения. Мы уже создали обработку прыжка. И соответственно, давайте добавим обработку смерти и выстрела. В случае, если наше hp, которое мы получаем из нашей GI, меньше или равно нулю, то наш персонаж мертв. И мы воспроизводим соответствующую анимацию. И, наконец, в случае, если персонаж ведет огонь, назовем на вспомогательную переменную, например, needShoot, то мы, соответственно, выводим параметр rr-shoot. Теперь, собственно говоря, обработчик стрельбы. Для обработчика стрельбы нам понадобится добавить новый спрайт. Создадим спрайт 16х16. И это будет наша мегапулька. Постараемся сделать ее максимально заметной. На линейках выведем пиксели. И вот восьмой пиксель. Это наша привязочка. И я уже благополучно, по-моему, промазал. Так, восьмой. Да. Здесь тоже. Вот так вот. Создадим еще четыре привязочные точки. И все равно у нас нету должной симметрии. Да, потому что, как всегда, нужно целиться глазами, а не тем местом, которым обычно целюсь я. И аккуратно удалим лишние пиксели, получив, ну, что-то вроде кружочка. Зальем этот кружочек слегка желтоватым оттенком. Центр сделаем чуть-чуть, 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 чуть-чуть более желтеньким, чтобы он был заметным. А краешек вообще сделаем беленьким. На конечном виде это будет смотреться более-менее прилично. Вот наш спрайт пули. Сохраним тоже как PNG. И Unreal на самом деле автоматически подхватывает объекты, которые добавляются, и предлагает их импортировать. Что довольно удобно. Вернемся в нашу папочку Sprite. Вот она, наша пулька. Сделаем его, опять-таки, пригодным для бумажного 2D. Создадим спрайт. Из спрайта создадим Flipbook. На самом деле, в данном случае Flipbook создавать совершенно не обязательно, но мы это делаем исключительно во имя, скажем так, унификации наших элементов. Создадим новый класс актера. Назовем его PlayerBullet. Здесь мы добавляем сферическую область столкновения с радиусом 8, поскольку пулька у нас маленькая. И добавляем Flipbook, на котором, собственно говоря, будет отображаться наша пулька. В принципе, хорошим тоном в играх-платформерах является делать коллизионные модельки для игрока и для его снарядов чуть больше, чем они сами, а для монстров, точнее, не так, для самого игрока чуть меньше, чем он сам, для его пуль чуть больше, а для противников наоборот. Почему? Потому что, ну, это избегает ситуации фрустрации, когда атаки монстров попадают в тебя, когда ты, ну, практически увернулся, зацепив тебя за кончик пяточки, когда, на самом деле, никого урона пройти не должно было. То есть тебе должны однозначно попасть в тушку для того, чтобы можно было смело сказать, да, чувак, ты не попал. То же самое для самого игрока. Ну, все наоборот, потому что безумно бесит, когда твои пули пролетают, ну, вот почти по кромочке, и вроде как надо бы нанести урон, но ты не наносишь, и это всегда печально. Ну, для пульки мы сделаем очень простую механику передвижения. Значит, мы зададим ей базовый параметр скорости, спид с плавающей точкой, вот, и, собственно говоря, на ивент BeginPlay мы будем спаунить пульку в том месте, где находится игрок. GetPlayerPound GetActorLocation SetActorLocation и здесь мы, соответственно, выводим пульку ровно в то место, где находится игрок. Теперь, понятно, что пуля может попасть в нас самих в такой ситуации, поэтому нам нужно перенастроить столкновение. Мы создадим нестандартный пресет столкновений и запретим сталкиваться с марионетками. Соответственно, игрок будет игнорироваться пулькой. Все остальные динамические и статические объекты не будут игнорироваться пулькой. В случае, если пулька столкнулась с любым объектом, это EventBeginOverlap, то есть пуля начала накладываться на любой другой объект, обладающий столкновением, используем событие ApplyDamage, повреждаем мы того самого актера, с которым столкнулись и, допустим, для базового урона введем переменную DMG. Сейчас она у нас будет какой-то фиксированной. Допустим, 10 единичек. А затем мы будем выдергивать эти данные из каких-нибудь параметров игрока. Например, там есть у него усилитель урона какой-нибудь или нет. Тип урона нас сейчас не волнует. Возвращенный урон нас, в принципе, тоже не волнует. Хотя его можно бы использовать, например, для вывода каких-нибудь всплывающих цифр с уроном. Вот. И нам осталось, собственно говоря, определить, в какую сторону смотрит игрок, для того, чтобы понять, в какую сторону летит пуль. Если вы обратили внимание, то вращение игрока определяется вот этой вот частью кода, где мы определяем, в какую сторону двигается игрок. И мы поворачиваем игрока соответствующим образом. Ну, мы можем немножечко упростить себе жизнь. Добавим переменную gearx типа float и будем его определять, задавать следующим образом. если он не должен быть float, он может быть и enter. Если у нас поворот ноль, то мы смотрим по умолчанию вправо и gearx у нас один. В противном случае gearx у нас внезапно минус один. сохраним нашу пульку и переместим в положенную ей папку. Для того, чтобы получить данные о состоянии пульки, нам нужно опять использовать метод кастинга. Только кастовать мы теперь будем в персонажа игрока. Каст 2D сайд скроллер характер. Это наш персонаж. Его конкретное присутствие в мире определяется тем самым player-pound. Поскольку player-pound всегда этого типа. Повысим до переменной. Назовем переменную player. И теперь мы можем выдернуть некую переменную kx. Она тоже будет целочисленной. Сразу же ее при создании назначим. Она должна один раз определиться. Выясняем gear-x из нашего игрока. И придаем это значение kx. Все. Один раз выяснили. Теперь мы знаем куда должна лететь пулька. Соответственно как летит пулька? Очень просто. На каждый тик. А да. Еще одна мелочь. Когда мы нанесли урон пуля должна быть уничтожена. Destroy acta self. Пуля самоуничтожается. Итак, на тик мы устанавливаем местоположение пульки новое. пуля можно вот эту функцию sweep при котором пуля как бы переезжает по кусочку траектории проверяя все столкновения и все эффекты. Это на самом деле не обязательно потому что у нас настолько маленький сдвиг что скорее всего это не нужно. Задали sweep и местоположение. местоположение пульки естественно неразрывно связано с ее исходным местоположением. Узнали текущее местоположение пули. Как всегда разбили вектор поскольку мы двигаемся только по одной оси. По z координаты никогда не меняются. По y координаты никогда не меняются. Меняется координата по x. Каким образом она меняется? Ну понятно что текущему x мы прибавляем нечто. Чему это нечто равно? Это нечто равно скорости помноженной на два параметра. Первый параметр это delta а второй параметр это наш kx. прибавили создали вектор теперь пулька должна лететь в том направлении в котором двигается наш рог. Сохранили это все и вышли из пульки. Собственно теперь пульку надо создавать. мы уже заготовили в разделе событий по вводу управления события щут. Вызовем это событие. Это событие вызывается нажатием на кнопку. Соответственно пускай персонаж стреляет в момент когда мы нажимаем на кнопку щут. Соответственно здесь создаем need shoot. а когда мы отпускаем кнопку никакого need shoot уже нет. Мы больше не хотим стрелять. Значит теперь когда этот обработчик у нас есть нам необходимо задать нам для себя некий отсчет. то есть не может же персонаж считать стрелять вообще безостановочно. Соответственно зададим время перезарядки. Ну допустим чтобы у нас была быстрая пальба полсекунды и будет шут таймер который будет отсчитывать интервалы между выстрелами. Создадим кастом ивент новый назовем его on shoot needed и это событие будет естественно происходить в случае если need shoot востребован. теперь мы знаем что мы хотим стрелять и мы проверяем можем ли мы стрелять еще одна веточка узнали значение таймера стрельбы и проверили чтобы shoot таймер был меньше или равен нулю если он меньше или равен нулю мы можем стрелять находим функцию spawn action from class и создаем нашу пульку нам абсолютно не важно где она будет создана то есть мы создаем произвольную трансформацию пули в произвольном месте все остальные ее параметры будут настроены в момент ее создания она сама перепрыгнет к игроку далее и когда мы уже создали нашу пульку мы должны сбросить наш таймер на время перезарядки в противном случае если наша перезарядка еще не завершилась мы тоже устанавливаем наш таймер но здесь нам нужен параметр нашего таймера текущего для данной итерации поэтому мы зададимся для себя переменной который назовем и которая будет задаваться нашим базовым таймером это будет счетчик времени и мы сможем к нему обращаться из любой точки мы вычитаем из шут таймера актуальный дельта тайм и наверное мы внесем сюда маленькую поправочку если мы хотим стрелять то мы будем стрелять но пересчет времени должен происходить вне зависимости от этого для того чтобы если мы перехотели вести огонь а потом снова захотели не оказалось что наш ствол все еще находится на перезарядке понятно что там смехотворный интервал но это будет немножко неудобно для того чтобы не запутаться во всех наших построениях мы можем вот здесь вот из всего вот этого блока создать комментарий и назвать это стрельба и наконец мы уже умеем работать с нашим нашими хитпоинтами но мы еще не умеем собственно говоря получать от них урон создадим событие обработки входящего урона пардон event any damage да срабатывает случай если игрок получает стандартное событие получения урона что очень заботливо создали разработчики для обработки нанесения и получения урона собственно говоря мы обращаемся к нашему GI и устанавливаем HP наши хитпоинты на отметку HP минус наш вошедший дэмэдж вот мы получили какой-то урон в случае если наши хитпоинты упали меньше нуля мы войдем в состояние смерти как видно в обработчике анимации а да тут еще есть он shoot needed вот это вот событие собственно говоря мы вызываем где-то где-то отсюда и здесь же мы можем добавить еще одно кастом ное событие чек дэс и в этом случае мы просто проверяем наши хитпоинты если они меньше или равны нулю то мы соответственно инициализируем событие смерти мы сейчас не будем усложнять себе задачу создавать какую-то посмертную анимацию мы просто брутально и бессовестно перезагрузим текущий уровень get current level name вот и мы получили в случае если наши HP упадут меньше нуля статус и с этим можно теперь жить теперь в начале игры мы естественно должны наши хитпоинты выставить на должный уровень пускай в начале каждого уровня будем восстанавливать хитпоинты до полного статуса соответственно у нас уже известен GI хитпоинт Сохранились. И осталось последнее маленькое действие для данного занятия. Собственно говоря, мы должны выставить значение максимального HP. Допустим, пускай это будет 20. Теперь осталось только добиться того, чтобы мы были в состоянии умирать. Давайте создадим простого актера. Назовем его Killzone. Здесь добавим коробочное столкновение Box. И у этой коробочки есть параметр Box Extend. Мы создадим переменную Size. Сделаем ее векторной. И видимость снаружи, чтобы мы могли легко настраивать это событие. В Construction Script мы добавим... Construction Script это скрипт, который вызывается при создании объекта даже в редакторе. Он позволяет перенастраивать внешний вид нашего объекта. Собственно говоря, все, что нам здесь нужно сделать для вот этого самого компонента Box. Задаем Box Extend таким, который задан в параметре Size. Естественно, обновляем способность перехвата столкновений. Для самого Size по умолчанию зададим какой-нибудь более-менее внушительный размер. Допустим, 300 на 32, это ширина по Y, она не должна быть большой. И на 300. В случае, если актер с кем-то сталкивается, все, что нам нужно сделать, это выдать урон по этому актеру в размере, скажем, 9000 они. Этого достаточно, чтобы свалить даже слоника. Я немножко расклерозил, установил ли я максимальное. Да, установил. И добавим, собственно говоря, объект Killzone куда-нибудь вниз. Координаты зададим 0. По Y тоже 0. Спустимся сюда и изменим размеры. Пускай она будет в высоту всего лишь 50, зато в ширину 3000. Куда бы мы ни пошли, если мы упали ниже этого уровня, то мы мучительно умерли. Потом это можно как-то оформить, добавить туда какие-нибудь брутальные жестокие шипы. Ну и давайте проверим, работает ли то, с чем мы столько времени проморочились. И насколько хорошо или плохо это работает. Ну, работает, скажем так, не очень. Давайте разбираться, что же пошло не так. Первым делом, судя по всему, наша камера банально не видит персонажа. Сделаем сдвиг минимальным. И попробуем еще раз. Все равно нифига не видно. Проверяем, не налазит ли наш бэкграунд на нашего игрока. Еще и как налазит, потому что мы выдаем в плюс вместо минуса. И плюс, похоже, что наш масштаб недостаточен. Делаем его существенно больше. Нам сейчас нужно удостовериться, что оно просто работает. Итак, картинка у нас есть. Мы даже умерли, но мы почему-то провалились сквозь платформу. Вопрос, почему? Проверяем нашу платформу. Сейчас платформа работает в режиме блокирования всего динамического. Давайте поставим в режим блокирования всего вообще. И мы все равно пролетаем сквозь платформу. К тому же камера все равно располагается в черт знаетой идее. Что, кстати, очень странно. Ага, да, камера же стоит в режиме ортографической проекции. И ширина этой самой проекции задана в 2048. Соответственно, мы можем, ну, хотя бы до, скажем, 750 это значение уменьшить. И будет уже, по идее, лучше. Теперь смотрим для капсулы персонажа, какое назначено столкновение. Ну, он должен сталкиваться со всеми объектами. Ага. Так. Продолжение следует... И тем не менее, мы продолжаем упорно проваливаться. А, ну, да. Как говорится, старость не радость. И, естественно, кто-то, а именно я, забыл выставить расстояние до платформ. Ну вот мы на платформах. Но наша скорость движения настолько безумно большая, и скорость прыжка настолько безумно высокая, что это просто никуда не годится. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно перенастроить основные параметры движения нашего персонажа. Вернемся к нашему персонажу и зайдем в его общие настройки. И здесь у нас есть целый ряд параметров, которые записаны в разделе Character Movement. Например, базовая скорость по оси Z у нас 1000, что для наших мегагабаритов, наверное, многовато. Попробуем сделать 250. Ну, воздушная управляемость пускай остается. Масштаб гравитации мы не трогаем. Ускорение подрежем. Максимальная высота ступеньки 45. При нашей высоте в 32 пикселя, ну, это немножечко многовато. Соответственно, зададим ее типа 4. 44 градуса пол. Максимальная скорость ходьбы делаем что-то типа 250 тоже. Приседать мы не сможем. И давайте посмотрим на то, как будет работать движение теперь. Ну, движение работает, зато прыжки смехотворно низкие. Ну, соответственно, надо опять-таки возвращаться в настройку скорости движения и скорость по Z несколько повысить. Поскольку она высчитывается не линейно, а, условно говоря, экспоненциально. То, как видите, теперь наш персонаж ведет себя, как мы хотели. Но пулька при стрельбе почему-то никуда не летит. Давайте подумаем, почему она никуда не летит. А никуда она не летит, потому что мы для пульки не установили скорость, например, 400. И так, наша базовая версия платформера теперь работает. Мы умеем стрелять, мы умеем прыгать, и мы вполне в состоянии умирать. Кстати говоря, почему-то при смерти у нас не происходит. А, ну, естественно, да. Ну, как всегда, багфиксинг это самая замороченная часть. Естественно, в случае получения урона нам же надо проверять, не произошла ли смерть. Соответственно, вызываем событие CheckDeath. И здесь, кстати говоря, мы можем как раз сделать небольшую отсрочку. Дилей. Скажем, на 3 секунды. И в течение этих 3 секунд может на экране появиться надпись с событием о смерти. Например, вот здесь, вот пока что в режиме отладчика мы можем выводить сообщение функции PrintString. Назовем ее ViewDite. И сделаем ее брутального красного цвета. Потому что так положено, так положено. Не спрашивайте у меня. И еще одна проверочка. Вот оно сообщение. И вот оно перезапуск уровня. Что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, этот мини-урок был для вас в какой-то степени интересен и достаточно нагляден. Ну а в следующий раз мы с вами посмотрим, как создать монстра, чтобы он за нами гонялся, нас ненавидел и пытался убить. Ну, во всяком случае, оно, конечно, будет тупенькое, но может быть что-то из этого и выйдет.